Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир драматургии Генрика Ипсена. Это норвежский писатель, замечательный поэт и публицист конца 19-го столетия. Самой популярной пьесой Ипсена в России стал «Кукольный дом». Именно об этом творении мы с вами сегодня и будем говорить. В пьесе «Кукольный дом» окончательное разочарование главной героини Норы в своем браке. И описывается осознание необходимости начать ей новую жизнь. Она хотела стать полноценной личностью. И Ипсен в своей пьесе поднимает очень важные темы. Он, с одной стороны, рассматривает и брак, и положение женщины. А если копать глубже, он рассматривает и свободу личности. Для меня при прочтении этого произведения было удивительно, как же внешне нарядный облик семьи совершенно отвратителен внутри. И положение женщины на самом деле здесь описывается как ужасное. Женщина бесправная. Женщина выступает как кукла, как красивая игрушка. Ее свобода ограничивается мужем, общественными рамками того времени. А самое интересное, что большинство женщин считает, что так и должно быть. Ну, наверное, потому что не видели лучшего, потому что их так учили. Мы знакомимся с семьей Хельмер. Мужем Торвальдом, который получает долгожданное повышение. Его молодой красавицей с женой Норой. Она любит мужа, и она готова на все ради семьи. Мы знакомимся с их детьми. Сначала мне Торвальд даже нравился, а Нора, напротив, она скорее, ну, меньше импонировала мне. Потому что по сравнению с Торвальдом, Нора, она все-таки менее серьезная, она менее собранная. Особенно это наблюдалось в начале прочтения произведения. А Торвальд, он работяга, а Нора, она всего лишь легкомысленная дамочка, на первый взгляд, разбрасывающаяся деньгами. Ну, в дальнейшем, мой слух начали коробить слова обращения, которые Торвальд адресует своей жене. Это жаворонок, белочка. И хотелось бы кусочек, вставочку сделать из аудиокниги, аудиоспектакля, как раз где вы можете прослушать, как звучат эти обращения. С одной стороны, они ласковые, а с другой стороны, это вызывает некие ассоциации с кукольностью, с несерьезным обращением. Хорошенько припрячь ёлку, Елена. Хорошо, Фрунора. Дети должны увидеть её раньше вечера, когда она будет украшена. Что это, жаворонок за ты? Он самый. Белочка там будет. Да. Нож белочка. Только что. Пойди сюда Торвальд, чтобы видишь, чего она купила. А что ты, видишь? Накупила, говоришь? Всё это? Да. Птичка опять улетала салит денежку. Знаешь, Торвальд, поражен нам, наконец, немножко раскутиться. Это ведь первое Рождество, что нам нет нужды так стеснять себя. Ну, и мотать нам тоже нельзя. Немножечко-то можно, правда. Ну, самой чулточку. Тебе ведь положили большое жалование, и ты будешь зарабатывать много-много денег. Да, ну, с нового года. Но вы дадут мне жалование только через три месяца. Пустяки, можно занять пока. Нора, опять наши легкомыслия тут как тут. Да представь себе, сегодня я займу кисточок. Ты потратишь их на праздниках, а накануне нового года мне свалится на голову черепица с крыши. Ты готова? Не говори таких гадких. Нет, ты представь себе подобный случай. Что тогда? Ну, если случится такой ужас, то для меня было бы все равно, есть у меня долгие линии. Ну, конечно же, с каждой прочитанной страницей Торва лицо больше терялся в моих глазах, а Нора наоборот. Она ведь любила своего мужа и рискнула пуститься в эфиру. И надеялась, что муж заступится за нее. Ну, что она в итоге получает? Понимание того, что не жила своей головой. Она жила, как птичка в клетке, как кукла. Она, по мнению мужа, ничего своего в голове не имела. А муж же оказывается трусом, думающим только о себе. Я, честно сказать, при прочтении была под впечатлением. И все думала о том, что же произошло в вполне успешной семье адвоката Хельмера. Как так могло получиться, что за 8 лет совместной жизни супруги ни разу не говорили о серьезных вещах? Вообще, почему муж считал жену исключительно птичкой и девочкой и не воспринимал ее всерьез? Как же так получилось, что Нора пожертвовала собой ради довольно ограниченного человека, который связан условностями? Но и поведение Норы меня тоже взволновало. Складывается сразу целый ряд вопросов, я бы сказала. Да, не детское ли это поведение, развернуться и уйти, оставив трех своих детей? Да, у нее появилась обида на мужа и вполне обоснованная. Да, она поняла, что никогда раньше не жила своими мечтами и захотела пожить своей жизнью. Но дети, дети-то не виноваты. Для меня абсолютно непонятно, например, как можно было уйти от них. Ну и, конечно же, меня удивила и подруга Норы, Кристина. Как быстро она поменяла свое мнение, как здорово подставила свою подругу. За драмой семьи Хельмеров стоит реальная история, кстати говоря. Прототипом героини пьесы Норы Хельмер норвежский исследователь Кинг называет датско-норвежскую писательницу Лауру Киллер. И вообще, при прочтении этого произведения создается такое впечатление, что каждый из главных героев живет своей тайной жизнью. Ну а видимо ее часть выступает как некой такой ширмой, маской, чем угодно можете называть, за которую они удобно прячутся. И с помощью которой как раз таки и манипулируют жизнями других людей. Кон на душе. Напротив, страшно пусто. Нет для кого больше жить. Оттого я не выдержала у нас в медвежьем углу. Тут, верно, легче будет найти, к чему приложить силы и чем занять мысли. Удалось бы мне только получить постоянную службу, какую-нибудь конторскую работу. Это так ужасно утомительно. Тебе бы лучше поехать куда-нибудь на купание. Нора. Нора, у меня нет папы, который бы снабдил меня деньгами на дорогу. Кристина, не сердись на меня. Милая Нора, ты на меня не сердись. Хуже всего в моем положении то, что в душе осаждается столько горечи. Работать не для кого. А все-таки, все-таки жить надо. Вот и становишься эгоисткой. Ты сейчас рассказала мне о счастливой перемене, а я, поверишь, обрадовалась не столько за тебя, сколько за себя. Ты думаешь, Торвальд может что-нибудь сделать для тебя? Да, я подумала. Он сделает, Кристина. Предоставь только все мне. Я так все подготовлю, придумаю что-нибудь такое особенное, чем задобрить его. Вот сейчас мы с вами прослушали отрывочек разговора двух подруг, Кристины и Норы. И хотелось бы немного рассказать об образе Кристины. Ну, образ Кристины можно назвать также образом жертвенницы. Да, она тоже бросает. Она бросает когда-то любимого человека и выходит замуж по расчету. Но она это делает ради маленьких братьев и больной матери. Но при этом нисколько не сожалеет. Но она скорее этим гордится. Герой Крокстед дает точное объяснение поведению Кристины. Вот, хотелось бы процитировать. Великодушная потребность жертвовать собой. Ну, как я уже сказала, в мире Ипсена люди-куклы, они являются марионетками друг у друга. И лишь при каких-то определенных условиях и обстоятельствах они освобождаются от внешнего кукловода. И показывают свое истинное Я. Ну, они раскрываются. И, конечно же, их внутренний мир, он вразрез расходится с их ролью произведения. Ну, например, адвокат Хельмер. Он из любящего мужа, который уверяет, доказывает, что покажет, на что способен, если только его жене будет угрожать серьезная опасность. Он, что в итоге, он превращается в трусливого эгоиста. И мы это видим. Он начинает упрекать ее в том, что она лицемерка, преступница, точно такая же, как и ее отец. Что она своими руками погубила его счастье. Он считает, что в ее смерти нет толку. Что из-за своего поступка она недостойна воспитывать детей. Но как только он получает расписку, как он вновь становится заботливым мужем. Подробно не хочется, что называется, спойлерить. Вы сами прочтете эти моменты. Ну, моя задача заинтриговать вас, как читателей. Нора, она также меняется. И из маленькой легкомысленной птички она превращается в серьезную, сильную женщину. Она видит, что ее мечты и надежды на брак не оправдались. Она в то же время и осознает, что была куклой и в руках отца, а потом и в руках мужа. Что она не жила своей жизнью. Она как бы играла придуманную для нее роль. И она не выходила за ее пределы. За пределы этой роли. Она никогда не была собой настоящей, счастливой. И это ее трагедия. Она за этим смехом, за каким-то весельем, за ухмылками, она скрывала свое истинное «я». И как раз-таки Ибсен и поднимает тему людей-кукол, которые друг к другу играют, которые не живут реальной жизнью. Но тут еще и встает вопрос о морали, о морали и законе. Вообще складывается сразу, ну лично у меня, да, как я уже говорила, целый ряд вопросов. И что важнее в современном мире, и какие ценности приемлемы в обществе. Вообще ради чего или кого каждый готов поступить со своими принципами. Вообще в чем основа семьи, да? В чем основа отношений супругов? Основа, ну, как правило, основа любых отношений, да, это доверие. Хоть дружеских, хоть и супружеских взаимоотношений. Ну, и окукольный дом в понятии Ибсена, это не только место жительства семьи Хельмеров, где описываются события. Это вообще весь мир. Это весь мир, где люди играют роли, а не как актеры. И мы убеждаемся на примере наших героев в этом. Написывать весь мир, где люди играют роли, которые им придумали, которые им навязали. И эти люди, они на самом деле несчастны, глубоко несчастны. А почему они несчастны, спрашивается, да? Они несчастны, потому что они проживают не свою жизнь. Они не могут полноценно раскрыться, показать свое «я». Они не могут быть полезными обществу. Они не могут быть полезными семье. Да они, о чем тут говорить, они не могут быть полезными даже самим себе. Ну, неужели может быть счастливой женщина, живущая, как птичка в клетке, как мотылек запертый, как наша героиня Нора, которая была всего лишь куклой. И эту маску куклы она проносит еще на протяжении длительного времени. Она несет эту маску еще с детства. Ну, как мы же сказали, да, что она была куклой сначала в руках отца, потом в руках мужа. Герои-марионетки. Вот самое страшное. И вот чем цепляет эта пьеса. Поэтому, уважаемые читатели, рекомендую для прочтения пьесу Ипсона «Кукольный дом». Эта пьеса о насущных проблемах не только конца 19-го столетия, но и о насущных проблемах современности.